Добрый день! Информационная служба телерадо-компании Гомель протягивает свою работу у эфира. У студии для вас працует Евген Паболовец. Сегодня в Гомеле пошелись урочистости до Дня Незалежности Республики Беларусь. Святочную программу открыли митинг для Аллеи Героев и урочистосход у Громадско-культурным центры. Под обязанностью репортажи Настаси Кучинской. Станции спалены больше за тысячу вёсок. Фашисты изнищили свыше 200 тысяч человек. Трагичные факты нашей истории не губляют своего значения для каждого нового поколения Жихаров Гомельшины. Мы отзначаем все даты, связанные с Великой Чыной войной. А день вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников шануем особливо. Радостно, что на этих мероприемствах и зараз ясно присутничают люди, которые башили войну своими в отшима и которые наблизили приход Великой Пирамоги. Мы счастливы, что живем под мирным небом, что у нас нет никаких катаклизм ненужных в стране. И мы все счастливы, что такой праздник можем встречать с большим энтузиазмом, с патриотизмом и большой радостью для всего нашего народа. Тих, кто сегодня прикладывает намагание для розквиту Гомельшины, ушановывают у городским грамадско-культурным центры. Падчас урочистого сходу узнагороджывают людей, яким у гэтым годзе присвоено гоноровое звание «Шоловек года». Зарубливую працу, высокие моральные, профессийные якости все лета яго присвоили командиру войсковой части 1242 Алексею Кузьменку, генеральному директору Гомсельмаша Александру Камко, директору сельско-господаршего предприемства «Звязда» Шачарского района Галине Трибунах, Галунному урошу Мазырской центральной городской поликлиники Игору Баранову, а так само трактористу-машинисту сельско-господаршего предприемства Сутково-Хойницкого района Олени Волковой и старшему тренеру национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каное Геннадию Галицкому. Я считаю, это не сколько моя награда, сколько награда всего коллектива, который помогал мне в прошлом году завоевывать медали. Их мы завоевали немало. 12 золотых медалей в прошлом году завоеванных на всех крупнейших турнирах года. И поэтому огромная благодарность и администрации ШВСМ, и психологам, врачам, которые работают с командой, и просто сотрудникам гребной базы, где мы последние три года готовимся. Хочу напомнить, что именно три последних года мы тренируемся и готовимся в Гомеле ко всем крупнейшим соревнованиям. Настасия Кучинская, Сергей Лукашук, телерадо и компания Гомель. Сегодня в нашей краине проведена деноминация офицейной грошовой одинки белорусского рубля. Банкноты узора 2000 года заменены на банкноты и монеты узора 2009 года у соотносенных 10 тысяч до 1 год. Самый низкий номинал банкноты – 100 рублей заменены на самый низкий номинал нового грошового Раду – 1 копейку. До конца этого года новые и старые гроши будут находиться в параллельном обороте и заявляться обовязковыми для приема при ожитивлении всех видов платежей, всеми субъектами господарни без обмежеваний. На протягу наступных 5 годов будет проводиться обмен грошовых знаков в любой сумме без обмежеваний и без комиссии. Цены на товары и послуги сегодняшнего дня пераличены 1 до 10 тысяч. Иншими словами, коли до деноминации повнотовар каштавал до прикладу 100 тысяч рублёв, то зараз его кошт в складе – 10 рублёв. При этом, как покупникам было легче адаптоваться до таких изменов, до конца года все субъекты господарни обовязаны будут показывать 2 цены – старую и новую. На рост цену увядение новых грошей уплывать не повинно. Контролирующие органы будут пильно за этим сошить. Работниками управления антимонопольной ценовой политики проводятся постоянные мониторинги, изучения в торговых объектах Гомельской области, насколько готовы эти торговые объекты к проведению деноминации. Не наживаются ли наша торговля на том, что будет проводиться деноминация, как округлены цены. Показывают вот эти вот мониторинги. В принципе, вся торговля у нас готова, везде подошли ответственно. Субботние телефонные линии мясовых органов улады протягивают свою работу. Завтра с 9 до 12.00 годин с вороты громадян будет принимать наместник старшины Гомельского областного выконавчего комитета Баляслав Казимирович Пирштук. Нумер телефона у Гомеле 75 12 37. У гэта шанс на питании гомельчан откажет наместник старшины Гомельского городского выконавчего комитета Сергей Евгенович Андреев. Звернуться можно по номеру 75 63 33. Як завсёды по субботах промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райваканкамах. Черговая вандровка и распочали сезон экспедиции на ученцы Гомельского областного эколого-биологического центра для тей молоди. На этот раз пунктом доследования стал Жлобинский район. Первая кропка экспедиционного маршрута – районный эколого-биологический центр. Подробязнью наступны материалы. Жлобинский эколого-биологический центр – самый молодой сярод районных. Свою дейность установа додатковой эдукации начала в 2012 году. Что год центр наведывает около 2500 навученцев в возрасте от 6 до 18 годов. Сярод наведывальников и молодые экологи с Гомелем. На добровольных началах наш эколого-биологический центр закрепил за собой участок земли чуть больше 6 соток, около 7. И трудимся на этой земле. В эколого-биологическом центре проходит очень много объединений по интересам эколого-биологического профиля. Сярод таких объединений по интересах юный натуралист. На гэтых занятках навученцы знайомятся с новокольным асяродзем по сродкам викторин и текавых гульняв. Саправдная славутость центра – живый куток, який наличвая, каля 40 видов живел. Особливую увагу юных экологов притягнули безшерстные грызуны. Это грызы с бинксы. Они очень дружелюбные и даже ручные. Можете их потрогать. С будинка экологичного центра доследовать эколого-биологичный комплекс, який заявляется базой для проведения практичных занятков организации доследчей работы навученцев. Особливо сподобались гомельским экологам выращенные на участку натурпродукты – Городнина и Садовина. Здесь можно увидеть несколько стилей оформления ландшафтного дизайна. В данный момент можно наблюдать стиль оформления ландшафтного дизайна «Ракария» называется. Можно увидеть водную систему. Смотрите, тоже искусственно созданная водная система, которая оформлена лиственными растениями, такими как ивы, бадан, очиток. Кожное лето тут починает свою деятельность контактный зоопарк. Могчимость докрануться до живого для самых маленьких. Наш контактный зоопарк работает на бесплатной основе. Детки сюда приходят и могут пообщаться с животными и даже их потрогать. И коли молодшие поводились обе доволенность оружина, для их старейших коллег из Гомеля у относенных живелами не было перешкодов. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель» Сажлобинского района. Вызначился владельник Кубка Гомеля по футболе сярот аматоров. Больше месяца 14 команд смагались за трофей. В финале третий год запросы шлися агрокомбинат «Паудневы» и «Гомсельмаш». Машинобудовники вышли на поле стадаюно-центральную в якости владельнику трофея. В минулогоднем финале у напруженном матче яны обыграли «Паудневцев». На этот раз футболисты агрокомбината саступать не сбиралися. Из первых хвилин гульцы у желтого в форме взяли гульню у свои руки. Машинобудовники робили ставку на контратаке. В первом тайме оборона «Гомсельмаша» двойче дала сбой. С подшатку недаглядели за Сергеем Забалоским, який переправил мяч у вороты головой. А потом за порушение у штрафной судья показал накропку. Сергей Хижняк не промахнулся. 2-0 по вынику петших 45 хвилин. У другим тайме «Гомсельмаш» заиграу больше активно. Однако зновня зладжанная гульня в обороне привела до пенальти призначенного у ворота белоблакитных. Сергей Хижняк зарабил лик 3-0. На 89-й хвилине Кирилл Бабров, замкнувший прострел партнера, довел перевагу Паудневого до 4-х мячов. У заставшейся хвилины «Гомсельмаш» смог отыграть один гол. Вызначился Андрей Лось. 4-1 и кубок Гомеля над головой подняли гульцы агрокомбината Паудневый. И на приконце выпуска про надворье. Супрацовники областного гидрометрия центра попереджуют Жихаров региона быть особливо осторожными в ближайшие дни. На территории Гомельшины чекается вельми спекотное надворье. Температура поветра завтра и в неделю знимется до 33 градусов тепла. Опадки не прогнозуются. Специалисты нагадывают, у спекотное надворье треба уживать якмага больше воды. Возбегать напоев, які утримлюють кофеин и алкоголь. Работу на открытом поветре плановать только у раннешний альбове червний час. Не рекомендуется разводить вогниши и спаливать сметти. Дарешена территория нашей области зараз денежная заборона на доведывание лесов у 12 районах. Царот яких – Светлогорске, Хойніхске, Калинковицке, Брагинске, Жлобинске, Рогачовске, Кармянске, Гомельске, Ельске, Лоевске, Наравлянске и Чачерске. Гэты иншы новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomle.by. На этом выпуск завершенный. У студии працывал Евген Паблавец. Усягу доброго и до сустреша у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин